Всем привет! Ну что, полетаем? И сегодня у нас вертолет от A-Chain, модель E120S, шестиканальный. Погнали! В комплекте, как обычно, инструкция, зарядное устройство для аккумулятора, богатая комплектация с тремя аккумуляторами, емкостью 500 мАч, 7,4 Вольта, запасные лопасти, хвостовой винт, два шестигранника и отвертка, нормальный такой пульт управления с экраном и с необходимыми тумблерами, и, естественно, сам вертолет. Зарядка аккумуляторов и питание вертолета идет через балансировочный провод. Основной мотор бесколлекторный, 1800 оборотов на вольт. Хвостовой мотор, к сожалению, коллекторный. Три сервопривода, которые подключены пластиковыми тягами к тарелке перекоса, и ЦАПФы, которые, к сожалению, тоже идут пластиковые. Итак, устанавливаем аккумулятор и подключаем. Установили. Фротал холд обязательно. Подключились. Все есть. Это работает тоже. И так, фротал холд не будем трогать пока. Соответственно, что мы имеем? Фротал холд, чтобы выключить, да, нам полностью заглушить его. Двойные расходы рудера, то есть high и low, грубо говоря, speed, 6G режим для новичка, как я, и режим 3D для профи, если хотите либо без стабилизации летать, либо хотите вверх ногами летать. И, соответственно, вот этот переключатель отвечает за то, чтобы летать вверх ногами. То есть режим 3G и вот этот тумблер. Дергаем, и все, и летаем. Все стандартно, в принципе. Ну что, погнали! Пошла вертушка! Непривычно. Давно не летал на 3D-шных. Да-да-да. Ага. Дает угла поболее. Ну что же, пока неплохо. Так, посмотрим тебя на минимальных расходах. Я, естественно, со стабилизацией. Руки замерзли. Плюс давно не летал, поэтому рискованно сейчас убирать стабилизацию. Так. Ну что же, в принципе, неплохо. Естественно, для новичка такой вертолет не подойдет, как обычно. Вот. А для тех, кто хочет учиться в 3D летать, то, наверное, вполне пробовать на мелкоте подешевле, а потом переходить на дорогие. Итак, давай, расходы на хай посмотрим. Это у нас расходы должны быть, по-моему, по рудуру. То есть, более поворотливые должен стать. Наклоны вряд ли поменялись. Ну, сейчас я посмотрю. Ой-ой-ой, на солнце полетел. Итак, если вы вдруг залетаете на солнце, то закрывайте один глаз, а другим смотрите, чтобы одновременно не ослепнуть обоими. Так, расходы по рудуру есть, да. Расходы, наклоны не меняются. В общем, резвый вертик. Сегодня ветрено. Ветер не супер большой, но, честно говоря, ему вообще без разницы. Вот. Потому что все 3D-шные вертолеты с ветром борются на раз-два. Ветер их боится. Да, он говорит, как бы нам не найти 3D-вертолет. Вот, это не касается 4-х канальных вертолетов, которые с ветром не могут совладать, так сказать. Ну что же, прикольненько, прикольненько. Ну что же, значит, со стороны новичка смотрю его. Прикольный вертолет, да, в системе стабилизации. Достаточно, ну, легко летать. Спокойненько можно туда-сюда гонять и наслаждаться полетом. И при этом не бороться с ветром. Итак, соответственно, когда вы уже налетались в стабилизации, мы хотим выключить. То есть у нас вообще как бы два режима получается. Мы можем выключить, во-первых, стабилизацию на данный переключатель, тумблер. Вот. А потом уже включить режим для полета 3D. Вот. То есть мы можем сейчас вот щелкнуть и, соответственно, полетать без стабилизации. Это делается очень сложно. Сейчас, секунду, я задом к себе прилечу. Сюда реально руки замерзли. Вот. Но без стабилизации, сами понимаете, эта штука очень резвая становится. Наклоны просто бешеные. Вот. И-чук. Сейчас включим. На всякий случай, давно не летал, друзья мои, поэтому рискованно сейчас его можно разложить на раз-два. Так сказать. Вот. Соответственно, и второй переключатель. Вот этот у нас отвечает, соответственно, за то, чтобы летать вверх ногами. Да? То есть мы включаем его. Но надо выключить стабилизацию для этого сначала. И потом уже можно крутиться. Посмотрим, насколько сложно выполнить посадку, когда не летал уже давно на таких вертах. Вообще на раз-два легко. и frontal hold сразу, друзья мои, раз, чтобы если что не дёрнуть, вы случайно просто дёрните стик и он заведется, а сами понимаете, штука травмоопасная, итак, 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 давай попробуем, сразу какая оборотистая штука стала, да, здесь уже всё, левый стик держать в центре, чтобы как-то висеть на месте, соответственно, так, пошла жара, новичок в деле, а где же я совершил ошибку-то, не понял, а, вроде всё, перевернулся, вот в этом месте я, в самом низу, да-да-да, давайте ещё разок, неплохо, неплохо, и давай ещё разок, сосредоточились и пошёл, хопа, поймали, отлично, ну, что же, смотрите, даже такой новичок, как я, способен делать какие-то небольшие флипы, да, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, тихо-тихо-тихо, ну, что же, неплохо, давайте выключим всё, переходим, знаете, переходите в режим 6G стабилизации и так сразу расслабляешься, потому что с вертиком без стабилизации ты всегда напряжён, абсолютно, ну, что же, прикольный вертолёт, друзья мои, ссылки есть на него внизу под роликом, также смотрите у меня обзоры на другие вертики, шестиканальные, либо для новичков на четырёхканальные, так что посмотрите на канале у меня по поиску, вот, и делайте правильный выбор вертолётов, если вам надоели уже эти квадрокоптеры, которые прям вот, не знаю, везде, везде, повсюду, а вертик это всё-таки другая тема, тема посложнее немного, и, ну, что-то в ней есть, вот летать на нём реально интереснее вот так вот визуально, чем на квадрокоптере, квадрик это чисто съёмки из камеры, а здесь всё-таки вот такие вот манёвры, не, ну, если квадрокоптер взять 3D-шный, то, естественно, вы тоже на нём оторвётесь, как и на данном вертолёте, в общем, друзья мои, ссылки внизу есть, пока!